Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чародное сыроедение». И сегодня я хочу с вами поделиться информацией о том, чем нам полезна омега-3. Но в первую очередь, конечно, хочу сказать, что это достаточно замыленная тема, и все говорят, насколько полезна для нас омега-3, но сегодня я расскажу об этом в разрезе сыроедения. Если мы посмотрим на среднестатистического сыроеда, мы увидим достаточно плачевную картину. Тусклый цвет волос, потухший взгляд, проблемная кожа, нервозность, худощавость и так далее. То есть это достаточно такая плачевная картина, которая приводит в отчаяние. С одной стороны, непонятно, почему здоровое питание приводит к таким результатам. Давайте сегодня разбираться в этом. В первую очередь, конечно, гельминтоз. Переходя на среднее, от него надо избавляться всеми путями. Об этом я записывала видео на моем канале «Чародное среднее». Пожалуйста, вы можете увидеть, да, посмотреть. Второй аспект – маленькое, малое количество от дневной нормы полиненасыщенное омега-3, жирный кислот. Чем же они так важны? В первую очередь, да, что этих кислот мы употребляем очень мало. Очень. Если на питании всеядном мы употребляем рыбу, которая содержит в том числе омега-3, это дает какой-то запас прочности организму, конечно, плюс иногда аннигилируется минусом самой рыбы, да, потому что это продукт животного происхождения, и кроме гниения ничего полезного он в организме не приносит. Но, однако, вот эти полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты помогают организму держаться, да. А будучи сыроэдом, данная составляющая уходит. То есть мы переходим исключительно на растительные жирные. Какого характера? Зачастую самое дешевое, да, это подсолнечное масло. Редкие случаи, когда сыроэды в самом начале, будучи под впечатлением от информации о сыроэдине, начинают изучать ее и находят информацию, что обязательно нужно пить, например, линяное масло или кедровое, в составе которого, в данном случае кедровое, да, если мы говорим о нем, помимо омега-3 есть омега-6, омега-9 и скволен, да, то есть скволен, он схож с жиром в нашем организме, то есть это вообще крутая штука. Но в данном случае нас сегодня интересует омега-3. Так вот, для того, чтобы наш организм правильно функционировал, нам нужно поглощать омега-3 полиненасыщенные кислоты, да. Так вот, да, почему же все-таки сыроэд выглядит так? Потому что ушла составляющая животного питания в направлении жиров, да, и осталось исключительно растительное масло. Ну, какое-то одно чаще всего, ну, может быть, два. Поэтому, чтобы быть на сыроэдине цветущим и красивым, обязательно употреблять омега-3 жирное в составе масел. Повторюсь, какие? Это должно быть льняное масло, сыродавленное обязательно. То есть нужно понимать, что то масло, которое продается в аптеке, как бы оно красиво не было разрекламировано, оно не является сыроэческим. Мы знаем, что очень многие составляющие при жарке распадаются, да, на неполезные для нас вещества. И в том числе омега-3 жирный кислот становится в жареном масле, пусть даже оно будет льняное. Очень-очень мало. Поэтому мы покупаем исключительно сыродавленное льняное масло. Чем они отличаются, да, если вы в аптеке там будете покупать и купите у человека, который производит его самостоятельно, либо купите маслопресс, да, как произошло в моей жизни. А вот вы заметите, что это не столь яркий аромат, что оно не такое по цвету насыщенное, что именно сыродавленное масло хочется пить чуть ли не кружками. То есть оно настолько вкусное, не в сравнении с тем покупным, которое сейчас есть в продаже. Второе кедровое. Конечно же кедровое масло. Это невероятная вообще штука. Во-первых, при давлении масла остается жмых, который употребляется в любых блюдах, начиная со сладких, да, то есть это конфеты сыроедческие, там муссы, соусы, ну и заканчивая как бы уже хлебом, да, сыроедческим, куда мы можем добавлять вот этот жмых, муку. Ну а о масле я вообще не говорю, да, детям, сыроедам просто нужно бесконечно в огромных количествах пить именно как льняное, так и кедровое, именно кедровое масло, потому что и там есть помимо омега-3 сквален, который будет помогать, ну как бы правильно строиться всем железом внутренней секреции, да. Ну и хорошо, давайте сегодня все-таки разберемся, чем же так полезен омега-3. Во-первых, интересно следующее, что это один из немногих жиров, которые в отличие от денатурированных животных помогают постройнеть, похудеть, да, как это принято говорить. То есть калории, съедаемые человеком, вот этими кислотами омега-3, ну просто как бы растворяются, уничтожаются еще до момента их усвоения организмом и превращения в жир. То есть употребляя масло, содержащее омега-3 полиненасыщенные кислоты, мы стройнеем. Да, девушки, берите на заметку, потому что это крутая штука. Во-вторых, вот это нервозное состояние, именно срэйтинг, который я в том числе проходила, да, первые годы, изучая его на себе, проверяя, как же работает срэйтинг, я был в нервозном состоянии, потому что нервная система, она просит этих омега-3 жирных кислот, которые в том числе помогают вырабатывать в большом количестве серотонин. Да, мы помним о счастье, и счастья нам в жизни много не бывает, поэтому, конечно, для того, чтобы быть счастливыми, спокойными, удовлетворенными и в ладу с собой нужно употреблять масла, правильные растительные масла. Дальше. Сердечно-сосудистая система, иммунная система, мышечная, мышечный весь каркас, да, строится на омега-3. Вот спортсмены в большом количестве, я тоже как бы занимаюсь спортом, и я знаю, что это такое, протеины бесконечные, и остальные пищевые добавки без омега-3 работают на 50%. Если вы спортсмен, и хотите быстрого роста мышечной массы в обязательном порядке, нужно употреблять омега-3. Конечно, ВЦА никто не отменял, никто не отменял остальные добавки, да, но в любом случае нужно понимать, что омега-3 это кладезь нашего крепкого здоровья. Теперь количество. Количество здесь, я сейчас прям готова шокировать вас, шокировать и говорить то, чего нигде не написано. То есть масло, например, льняное, нужно употреблять хотя бы 100 грамм, от 100 грамм за один прием пищи, основной прием пищи. Если основных приемов пищи 3, да, дробное питание никто отменял, еще 3 промежуточных, то есть мы периодически кушаем что-то между основными приемами пищи, тогда это от 100 грамм. И я уже не единожды получала вопросы, как можно за один присест там выпить, да. Во-первых, его не надо пить, это масло, его нужно добавлять в блюда, да. То есть, например, если у нас в обед идет сыроедческий борщик, потом у нас салатик какой-нибудь, ну и какой-нибудь маленький десерт. И если вы распределите 100 грамм масла на эти блюда, вы почувствуете, что этого масла даже маловато. Да, то есть это вообще вопрос привычки. Для того, чтобы оставаться молодым, красивым, цветущим, нужно масла кушать много. Организм требует. И, собственно говоря, вот старость, это как раз нехватка очень важных для организма веществ, которые являются строительным материалом. Омега-3 как раз вот этот кирпичик в вашем здоровье, который не позволяет вступить в старости, наступить к какому-то коллапсу в организм, который приводит к морщинам, дряблости и всему остальному. Поэтому для сохранения себя, для сохранения своего здоровья, мы обязательно должны употреблять омега-3 полиненасыщенные кислоты в количестве от 100 грамм за один присест, за один прием пищи для детей. А для детей вообще не ограничено. То есть на удивление дети чувствуют, что это очень полезное масло, что оно помогает человеку брать себя в руки и быть здоровым, быть очень здоровым. Поэтому на самом деле детям не ограничено. Может быть даже столько же, сколько взрослым человекам. Ну, я думаю, все. Осветила этот вопрос. Если есть вопросы, пишите мне в личку на моем сайте Андрейка Алена по ссылке под видео. Подписывайтесь на канал. Клипкого вам здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова